В новостройках на Новосадовой люди не прожили еще и года, а уже столкнулись с множеством проблем. По словам жителей, лифты здесь работают по расписанию. После пяти вечера на них уже не уехать. Евелина Хасанова живет здесь с апреля. За это время подниматься пешком на 17 этаж с ребенком на руках приходилось не раз. Потом началось такое, что лифт не включался в 9 часов по расписанию или отключался ранее. И мы опять же ходили пешком с ребенком. То есть если бы нам нужна была скорая ночью или еще что-то, мы бы просто не смогли их дождаться и они бы к нам не поднялись. Всегда находят множество причин. Якобы здесь не ловят связь, чтобы лифт запустить, не могут установить какие-то там сим-карты для связи с оператором. Всегда находят какие-то причины. Управляющая компания установила охрану, дабы люди не могли поднимать по лифтам какие-то строительные материалы, либо мебель. Повесила, заключила договор с какой-то компанией, повесили люльки для того, чтобы взимать плату. А ориентировочная стоимость подъема одного кирпича на 24 этаж стоит 48 рублей. Представители управляющей компании уверяют, ничего общего с платной доставкой груза на этажи не имеют, а лифты должны начать нормально работать в считанные дни. Но на этом проблемы жителей не заканчиваются. По их словам, в домах, где более 20 этажей и около 200 квартир, управляющая компания установила двери с домофоном. Но и здесь людей ожидал сюрприз. Для того, чтобы просто получить ключ от домофона, необходимо было заплатить единоразово 2000 рублей, что, конечно же, не отменяло дальнейших платежей по обслуживанию этих домофонов. Деньги непропорциональные, квартир очень много, и сумма на выходе получалась достаточно серьезная. Куда эти деньги уходили, для нас вопрос. Высотки на Новосадовой сданы в эксплуатацию в феврале, и с тех пор в квартирах нет горячей воды. По словам жителей, управляющая компания на диалог не идет, и люди написали письмо губернатору. Решить проблему поручили мобильной приемной, которая была создана меньше месяца назад. После встречи с жителями, представителями районных властей и управляющей компанией вердикт – решить проблему в кратчайшие сроки. В течение недели вопросы будут решены. В первую очередь вопрос с горячим водоснабжением, который жители уже с начала этого года ожидают. Уже практически 25% здесь заселенный дом, и, конечно, необходимо уже приступать к ремонтным работам. Здесь в большей степени проблема технического плана, нежели какого-либо другого. Сейчас, как только опрессовку, у нас с завтрашнего дня начинается опрессовка, как только опрессовку закончим, как только водоразбор будет организован в нужном объеме по техническим параметрам котлов, которые предусмотрены по проекту, после этого сразу можно будет подключать и теплоснабжение, и горячее водоснабжение. Даже после того, как проблемы будут решены, жители не намерены сотрудничать с прежней управляющей компанией, сменить ее намерены в августе. Алина Чемерец, Дмитрий Мешканцов, События. Продолжение следует...